МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим чрезвычайного положения завершен, но угроза заразиться коронавирусом все еще есть. Какая же эпидемиологическая ситуация сложилась в Алматинской области на сегодня? Поговорим в прямом эфире. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Саят Аипович Комитпаев. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем вот именно с этого. Какая санитарно-эпидемиологическая ситуация на сегодня сложилась в Алматинской области по коронавирусу? Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, можете позвонить по телефону 40 0109, код города Талдыкурган 8 72 82. Если вы хотите отправить свои вопросы письменно, для вас работает номер телефона, который высвечен на ваших экранах. Вы можете по WhatsApp мессенджер написать ваши вопросы. И прошу на номер WhatsApp мессенджер не звонить. Голосовые ваши сообщения мы в студии озвучить не сможем. Для этого работает номер 40 0109. Какая же ситуация сложилась в области? На сегодня ситуация в Алматинской области неоднозначная. Есть регионы, где имеется повышенный уровень заболеваемости. Есть регионы, где они почти не регистрируются. На сегодня у нас зарегистрировано 319 случаев лабораторно подтвержденных коронавирусной инфекцией. Все из них активно выявлены 90%. Неблагополучие по коронавирусной инфекции на сегодня идет в городе Талдыкурган. Это 66 случаев. Затем у нас в Талгарском районе 28 случаев с начала регистрации. Значит, кроме того, развитие эпидемии мы оцениваем по уровню прироста заболеваемости. По приросту, вот высокое темпо прироста за 7 дней, за последние 7 дней берем, Талдыкурган составило 13%. В Талгарском районе 11%. Вообще, по республике оценивается 7% это как граница. Выше это уже неблагополучие, ниже это идет на спад. Поэтому с этим связаны и режимы послабления, и усиление карантинных мер. Это считается, значит, много прирост, но если 11, это значит опасная территория. Да, больше 7 это уже неблагополучие, необходимо принимать меры, срочные меры, чтобы не допустить дальнейшего прироста. Именно поэтому два района и город Талдыкурган все еще находятся на карантине. Да. Ну, еще у нас на карантине находятся... Еще какие-то районы? Киргенский район. Ну, последние 7 дней у них прирост резко упал. Но необходимо подождать еще 7 дней, чтобы убедиться, что в этом районе больше нет прироста. Скажите, пожалуйста, как вот считает прирост, как понять, например, на 100 тысяч человек, сколько это больных, или как это считается? Прирост от общего количества зарегистрированного больных вычисляется каждый день, ежесуточный прирост, то есть процент. И складывается за 7 дней, складывается эта сумма вот этих процентов и делится на 7 дней. Получится средний прирост за 7 дней. Суточный прирост у нас вот в Талдыкургане 14 составил процентов. И в последнее время из Кельдинска вот 4 случая, раньше не было там, но зарегистрировано 4 случая. Но это не берем во внимание, потому что это первые 4 случая. Первые 4 случая. Скажите, в связи с этим, что есть все-таки прирост и выше республиканского, какие конкретные меры принимаются сегодня, именно в эти дни? Извините, я напомню нашим телезрителям, я уже просила вас, не звоните на тот номер WhatsApp Messenger. Для того, чтобы, если вы хотите позвонить и лично задать свой вопрос нашему гостю, работает номер телефона 40-01-09, код города 8-72-82. Звоните на этот номер. А на WhatsApp Messenger вы можете просто написать. Мы здесь прочитаем ваши вопросы. Вот разговор зашел о уровне прироста. Прирост в целом по области у нас составляет 4,3%. Это ниже 7%. Поэтому мы по области, по становлениям главного госсанурача разрешили послабление во многих предприятиях. Разрешили работу многих предприятий и организаций. А за сутки у нас прирост составил 3,9% по области. Уровень, вот этот темп прироста влияет на, как я уже сказал, режим карантина. Вот режим карантина, послабление произведено во всех районах, кроме Талгарского района, города Талдыкурган и Кигенского района, где прирост выше 7%. Теперь, это очень много вопросов нам задают телезрители. И это значит, что в Талгарский район люди не могут поехать или выехать оттуда, в Талдыкурган также. Или, может быть, еще какие-то есть меры предосторожности? Вот по становлению главного госсанурача в области сняты блокпосты между районами. Раньше они были. Оставлены блокпосты вокруг вот этих неблагоплощадных районов и вокруг Талдыкургана, и вокруг города Алматы. Город Алматы, как известно, неблагоплощадный регион. Эти блокпосты еще будут работать? Они продолжают работать, и меры сохраняются. И вот много вопросов друг за другом отправляют. Когда полностью будет снят карантин? Карантин полностью будет снят тогда, когда прекратится вот эта инфекция. Она после регистрации нулевого случая в течение двойного периода, вот 7 дней, это 14 дней, вот тогда возможно будет снятие. Но у нас, к сожалению, еще... Пока у нас нет такого. Все-таки есть еще рост. Скажите, специально создана группа мониторинговая, которая будет проводить рейды и проверять торговые дома и другие объекты. Какая цель работы вот этих групп? Вот как указ президента был о введении чрезвычайного положения... Давайте мы об этом чуть позже продолжим. Есть телефонный звонок, мы ответим, потом продолжим. Говорите, мы вас слушаем. А это верно, стендапторам? Говорите, мы вас слушаем. Рахмет, если хотите, можете говорить на казахском. Если вам трудно, можете отвечать на русском. Был дед, 2019-ші жылдың, 2019-ші жылдың, 2019-ші жылдың, мұнау қоршылес, Қытай елінде Охань деген қалайдар басталды. Олар біраз оқытға дейін, өз күштерімен, жасырын түрді, таратқысы келмей, әрекет жасап көріпет болмады. Был жаңадан түркілген ауыру болғасын, тез тарап кетті, сондықтан эпидемия жағдайына келді олар и сол оқанды көрт өсіп кетіп аурудың бенге карантин қолдануға мәжбүр болды және бүкілдіне жүрік медицина ұйымына қабар беріліп олар пандемия жәреледі біздің қазастанда қал-қаралық әуі рейстерімен қарымғатна жақсы болды сондықтан сол әуі рейстерімен ауырлар келе бастап біздің келгеді осы науырыз айыныңшынде тарай бастады онышыншы науырызда бірінші алғашқы ауыру түркелді түркелді онышыншы бұл күстінің айтып тұрғанда мемлекеттің ұрғандырда жасрат ауыры дүң бары кенде бір қазыздың аузыңыздан естіп тұрмыс қанша дамның ауырған давайте задам вопрос нашего телезрите почему закрыта дорога в городу үштебе? кстати, скажите, куда закрыты дороги? куда можно выехать? как я уже говорил, вокруг неблагополучных регионов это вот два района и город Талтыкурган это неблагополучные районы и этот город где идет повышенный темп прироста заболеваемости то есть распространение идет высокое поэтому оставлены блокпосты, перекрыты дороги не разрешается выезжать всем свободно только разрешенным категориям людей и лицам, которым по необходимости они все отражены в постановлении главного гостанврача области поэтому в үштебе? в сторону в үштебе ну, в любую сторону выезды запрещены так же, как и въезды в город Талтыкурган ну, если есть разрешительные документы ну, это только определенная категория людей которым крайне необходимо давайте продолжим разговор про группу мониторинга вот группы мониторинга по становлению главного государства санитарного врача республики были определены, чтобы во всех регионах при акиматах региональных акиматах работали группы мониторинга для чего они созданы? они созданы с той целью, чтобы вот при снятии режима чрезвычайного положения люди подумали, что все на этом закончено на самом деле после этого произошел рост заболеваемости пришлось режим карантина оставить и усилить даже чтобы не произошло дальнейшего распространения инфекции и не получить второй этап эпидемии теперь они проводят рельсы и какие у них требования значит мониторинговые группы созданы при региональных штабах районов городов области и работают каждый день в состав этих региональных штабов в состав мониторинговых групп должны быть органы внутренних дел это местная полицейская служба представители акиматов потом национальная палата предпринимателей это филиалы представители филиалов и территориальные наши санэпид службы в каждом районе имеется районная санэпид служба представители обязательно должны быть в этих группах и они на систематической регулярной основе проводят мониторинги то есть проводят контроль мониторинг соблюдение режима карантина на сегодня вот произведено тысяча девятьсот семьдесят девять проверок таких по области в том числе в городе Талтурган Талтурган 263 проверок и почти вот на вчерашнее число мы установили что до 80 процентов города Талтурган имеется нарушение карантинного режима на объектах поэтому вот сейчас я обращаюсь к населению чтобы люди не нарушали этот карантинный режим который в их самих же интересах был установлен и чтобы в дальнейшем не получил распространение вот это опасная инфекция к ним нарушителям какие-то предписания выписаны они будут оштрафованы или наказаны значит в отношении нарушителей проводится разъяснительная работа указывается на что что именно они нарушили почему этот к чему это может привести то есть проводится предупредительно разъяснительная работа в дальнейшем мы вынуждены будем принимать жесткие меры чтобы и принимать в соответствии с кодексом административным кодексом кодексом административного правонарушения там предусмотрены штрафы больших суммах и вплоть до закрытия объектов которые систематически нарушают через суды вот такие меры будут приняты в случае если будут нарушать правила правила нетрудные несложные они все везде расписаны везде уже достаточно об этом сказано мы их уже называем элементарные элементарные правила вот на объекте это социальное дистанцирование то есть спученности чтоб не было между людьми расстояние 2 метра использование медицинских масок поскольку инфекция проникает в организм человека через дыхательные пути ну и использование санитайзеров на объектах обязательно должны быть санитайзеры установлены чтобы люди могли обработать руки также санитарно-дезинфекционный режим непосредственно в самом объекте это не лишь двух раз в день влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и вентиляция еще но еще и вот дезинфекционная обработка общественных мест дезинфекционная да должна проводиться как часто там будут проводиться это сами работодатели или это вот служба специальная на конкретно объектах сами работодатели сами владельцы этих объектов а на общественных местах это городской или районный акимат организует силами дезинфекционных служб и других подразделений в первое время жители Талдыкургана волновались когда шли вот такие дезинфекционные работы но на сегодня уже они привыкли даже начали радоваться звонить нам и говорить спасибо через наш телеканал тем службам которые вот обеспокоены здоровьем жителей города вот спрашивают в городе Текили в городе Уштубе есть ли зараженные значит в Текили на сегодняшнее число пока нету зараженных еще где Уштубе тоже этот район какой я человек ну Каратальский район это Каратальский район там два случая всего поэтому роста не было после этого зафиксировано не было но все равно необходимо соблюдать вот эти меры чтобы эти два случая не разрослись не выросли в несколько десятков как бы эти районы потом не закрыли да вот вы говорите про маски в аптеках цены на маски превышают 200 тенге почему в период ЧП не выдают маски бесплатно гражданам вот такие вопросы также поступают ну обеспечили бы нас санитайзерами бесплатно ну очень много тут пишут ну как и любой товар народного потребления маски тоже относятся к потреблению товарам потребления они реализуются продаются через аптечную сеть буквально вот вчера я узнал цены они стоят 113 тенге маски вот эти медицинские маски 200 тенге не знаю не слышал такого если есть можете на горячую линию позвонить и номер горячей линии скажите пожалуйста у меня с собой этого номера нет но мы до этого звонили это было 1414 звонили и говорили ну если в интернете в поисковике поискать там есть очень много телефонов куда можно позвонить и обратиться жалобы может быть где-то слишком дорого продают маски скажите ну помимо этого мы знаем очень много спонсоров которые обеспечивали вот организации вот нуждающихся именно вот масками и нужными вот дезинфекционными средствами в Талдыкургане к сожалению есть летальный исход он пока один или еще есть да вот вчера буквально позавчера был зафиксирован один летальный случай он один только по области я хочу напомнить людям что кроме вот летальность от коронавируса есть летальность от других заболеваний и могут среди например от цирроза печени или от сердечных человек умереть и у него уже обнаруживается коронавирус в этом случае летальность не не принимается за летальность от коронавируса потому что основная заболеваемость от причина смерти это тяжелое заболевание от которого нет нелечимо почти рак печени например рак других органов но у человека в организме нашли коронавирус могут вот основное заболевание и сопутствующий коронавирус у нас в области пока один случай поэтому среди населения часто ходят вот такие слухи что якобы коронавирус он придуманный вирус люди просто от своих болезней умирают но говорят что это коронавирус вот из ваших уст мы слышим что и вот такое тоже бывает да создали ли вакцину против коронавируса вот столько ответов ой вопросов у телезрителей когда создадут казахстанские ученые работают не работают у них условия есть почему не создают вакцину побыстрее вот очень много вопросов на эту тему что скажете по нашим данным в научной среде работа в создании вакцины против коронавируса инфекции ведется уже официально зарегистрированы 4 страны которые создали эту вакцину необходимо отметить что создание эффективной действительно работающей вакцины требует длительного периода времени для того чтобы не только ее создать потом провести пробы протестировать сначала на животных потом на людях определить эффективность и только потом пустить в серийное производство этот период составляет около года и более времени в нашей республике эта работа тоже проводится научный центр карантинных и особо опасных инфекций они тоже в этом направлении работают создали уже вакцину и проходит этап тестирования ну для этого конечно нужно время чтобы уже конкретно сказать что это вакцина от коронавируса очень много также вопросы есть по тому что вот например у курильщиков заболевание ковид-19 чаще протекает тяжелой форме также говорят что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот при курении сигарет или других табачных изделий что скажете эти вопросы вот постоянно нам задают мы пытаемся ответить вот из ваших уст хотим услышать на этот вопрос можно ответить вот коронавирусный вот этот ковид-19 у нас до сего времени было известно 40 видов коронавирусной инфекции если кто не знал этот у нас 41 вид и возник он в 19 году поэтому назвали ковид-19 название далее поскольку это новая инфекция она не похожа на другие до нынешнего времени известные коронавирусные инфекции их свойства только изучаются поэтому но уже нам эпидемиологам уже известно что имеется несколько подтипов подвидов вот этой инфекции например виталий это тяжелый вид к нам хорошо нам повезло это легкая форма легкая форма вот этого вируса легкий вид этот вид но с другой стороны у нас вот до 80 и более процентов бессимптомная форма протекает это опасно это хорошо с одной стороны что человек даже не знает что он болен но опасность в том плане что он не знаю что болен продолжает инфицировать окружающих да и вот учитывая что смертность от коронавирусной инфекции высокая среди пожилых старых людей и в том числе поражает и быстро поддаются этой болезни люди с легочной патологией то есть у кого поражены органы дыхания какие-то хронические заболевания есть в их числе вот эти курильщики тоже есть многолетний опыт курения естественно отражается на функции легких они теряют эластичность теряют здоровье и легче и быстрее поддаются коронавирусной инфекции и это говорит о том что на сегодня если не хотите болеть то нужно бросить курить соблюдать самые такие элементарные профилактические меры там помыть руки и так далее ну и потом конечно беречь себя и своих близких один из аспектов здорового образа жизни это не курить бросить курение ну именно к этому вот призывает этот новый вирус осталось совсем намного вкратце ваши пожелания нашим телезрителям мои пожелания населению Алматинской области чтобы люди не расслаблялись не думали что коронавирус от нас ушел он продолжает этот вирус циркулировать среди нас необходимо соблюдать меры предосторожности которые всем известны они не сложные простые не не организовать большие скопления людей то есть вечеринки стои там такие крупные мероприятия потому что именно на этих мероприятиях происходит массовое распространение этой инфекции заражения и пожелаю чтобы люди не болели соблюдали меры личной гигиены меньше значит контактировали с другими людьми это временный период он в конце концов должен закончиться дорогие телезрители вот прислушайтесь к мнению специалиста берегите себя своих родных и близких до свидания до свидания до свидания